Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Как вы знаете, я давно занимаюсь климатическими камерами для вызревания сыров и сыровяленых колбас. Вот недавно ко мне обратился подписчик и зритель Михаил со следующим вопросом. Не мог ли ты для меня изготовить свой контроллер климатической камеры только без всех портов управления? Мне просто нужен визуальный контроль, так как камера у меня закрытого типа, то есть не стеклянная дверка, он как-то с помощью соли, с помощью еще каких-то танцев с бубнами поддерживает необходимую влажность в своей климатической камере. Пользоваться увлажнителем не хочет, но вот контролировать температуру и влажность ему надо. Поэтому он решил заказать у меня мой контроллер для климатических камер, но при этом ничего к нему не подключать, грубо говоря, только как прибор для того, чтобы контролировать температуру и влажность. Я решил, что это совершенно нецелесообразно, дорого и нашел у наших китайских друзей вот такой вот приборчик, о котором сейчас хочу вам рассказать. Изначально этот прибор служит для того, чтобы измерять температуру и относительную влажность в помещении либо на улице на расстоянии, то есть сам прибор ставится либо в помещении, либо на улице, где вы хотите измерять температуру и влажность. По каналу Bluetooth связи он подключается к смартфону и вы постоянно в своем смартфоне можете контролировать нужную температуру и нужную влажность. Сейчас я покажу, как это делать. Помимо этого, друзья, вы можете в приложении, скачанном на смартфон, установить сигнал каких-то предельных границ, предельной температуры или предельной влажности для того, чтобы при превышении порога этой влажности контролировать, ну, чтобы получать звуковой сигнал. Сейчас я покажу, как это работает. Используя QR-код, который нанесен на инструкции, кстати, инструкция на английском, но само меню на русском, в Play Маркете или в Маркете для айфонов, не помню, как он называется, как называется Маркет, неважно, скачиваете приложение. Вот такое вот приложение, Inkbird. Скачиваете, устанавливаете. Приложение спрашивает включить Bluetooth у телефона, вы разрешаете и подключаете к устройству. Сразу же на экране появляются дублирующие температуры. Надо сказать, что приложение на русском, что очень удобно людям, которые не знают английский язык. В самом приложении вы постоянно онлайн можете следить за температурой и относительной влажностью в помещении или в вашей климатической камере. Я испытал этот прибор в своей климатической камере, работает он отлично. Также вы можете установить здесь предупредительные сигналы. Они включаются ползунком и устанавливается нужное вторым ползунком. Устанавливается граничный предел влажности или температуры, после которых телефон вам подаст звуковой сигнал. То есть все очень просто сбросить настройки. И главное, что есть русский язык. Но я считаю, что китайцы просто молодцы. Прибор питается от двух батареек ААА. Вот таких вот мини пальчиковых или как их еще называют мизинчиковые. Прибор может работать отдельно без выносного термощупа и может работать с подключением термощупа. Сигнал Bluetooth достаточно мощный. У меня со второго этажа на первый этаж дома очень хорошо пробивал. То есть если его помещать в климатическую камеру, то можно помещать без выносного щупа. Ну или если вы хотите в разных точках измерять влажность сети и температуру, тогда можно поместить... Но это больше актуально, наверное, для помещения. Если вы хотите измерять температуру на улице, а влажность, допустим, в помещении, тогда вы можете подключить датчик, вывести его на улицу, а прибор будет показывать температуру на улице и влажность в помещении. То есть если надо датчики разнести, скажем так. В климатической камере обычно такой необходимости нету. Прибор выполнен в достаточно хорошем пластике. Даже не скажешь, что он китайский. То есть пластик жесткий, ничего здесь не звенит, ничего не тарабанит. Его, кстати, можно наклеить наклеить там на боковую стенку термокамеры или климатической камеры. Также здесь есть кнопочка переключения Цельсия и Фаренгейты. Сам датчик такой тоже очень классный прорезиненный провод. В общем, все выполнено добротно, но, собственно говоря, как и все товары вот этой вот компании InBird. Также эта штуковина, на мой взгляд, будет очень полезна для тех людей, у которых климатическая камера оборудована в отдельном помещении или в погребе. Для того, чтобы постоянно, так сказать, держать руку на пульсе и иметь представление о температуре и влажности. Либо вот в помещении, когда делают климатические камеры на небольших или на больших предприятиях, когда это закрытое помещение с кондиционированием, с подачей влажного воздуха. Или, допустим, у меня знакомый делает сыры, у него климатическая камера оборудована в погребе. В таком случае тоже InBird решит проблему визуального контроля без постоянной беготни в ваш сырный погреб. Ссылочку на этот прибор на сайте Алиэкспресс я размещу в описании данного ролика. Также в описании видео вы найдете ссылку на сайт производителя, компанию InBird. Можете ознакомиться со всей их продукцией. Там очень много всяких интересных электронных решений, контроллеров по контролю за температурой, по контролю за влажностью. Вообще, как бы компания специализируется больше на приборах, которые необходимы для обустройства умного дома. Но вот я уже не первую штуку применяю в кулинарии и в колбасно-сырном деле. Ну и напоследок, дорогие друзья, для того, чтобы вам было, так сказать, не грустно смотреть это видео, давайте эту штуку разыграем. Среди комментаторов данного видео ровно через 10 дней после выхода ролика. Сегодня 11 ноября 2019 года, сегодня день всемирной торговли. Кстати, поздравляю всех, кто... Вернее, всемирный день торговли. Вот так вот будет правильно. Поздравляю всех, кто связан с торговлей. Думаю, что вы проводите свои акции для своих клиентов. И это круто, друзья. Так вот, 21 ноября мы разыграем этот прибор среди всех комментаторов данного видео. Абсолютно всех-всех-всех. И отправлю я его в любую страну, откуда бы вы не были, так сказать, родом, где бы вы не проживали. Если вы выиграете его, вернее, когда вы выиграете его, давайте будем правильно называть вещи. Когда вы выиграете его, я вам отправлю его хоть в Америку, хоть в Австралию. Ну и, конечно же, в связи с тем, что это видео-розыгрыш, на комменты под этим видео, как и под всеми видео с розыгрышами, я отвечать не буду. Ну, потому что тогда я его сам могу выиграть. Я думаю, что вам это не понравится. То есть, заходите под видео, смотрите обзор, потом в комменте пишите. Можете просто написать, понравился прибор, а можете написать, участвую в розыгрыше. И 21 ноября мы с вами разыгрываем этот прибор, выбираем победителя и отправляем победителю. Че-то у нас много так розыгрышей на канале стало. Скоро какой-то казино, а не кулинарный канал будет. Друзья, спасибо большое за внимание. Передаю привет Михаилу, который сподвиг меня на покупку этого китайского чуда. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну и участвуйте тоже в розыгрыше. Может, вы его и выиграете. Может, вам не придется покупать, ждать там три недели доставки из Китая. Друзья, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.